В эфире городские новости в студии Надежды Русяевой. В ближайшее время мы расскажем о том, что произошло или только произойдет в Саранске. Профилактические меры в центральной части Саранска на тепломагистрали проведут ремонтные работы. Министерство образования Мордовии обозначило сроки зимних каникул школьников. В главном здании музея Эрзи работает экспозиция фотохудожника Елены Новиковой. В Саранске на тепломагистрали по улице Батевградской будут проведены ремонтные работы. Они пройдут в ночь с 17 на 18 декабря с 22.00 до 8 утра. Горячая вода в этот период будет временно отключена в многоквартирных домах по отдельным адресам в центральной части города. О необходимости ремонта тепломагистрали у перекрестка улиц Батевградской и Советской заявила АО «Саранск Теплотранс». Пользователи в социальных сетях задаются вопросом, почему профилактический ремонт проходит именно сейчас в зимний сезон. Как всегда, ремонт зимой. А у нас объявление на подъезде, что отопление не будет с 22 до 8.00. В квартирах холодно, минус 18 градусов. Отключат отопление, да еще и завоздушность будут устранять. Осень теплая была. Чем ООО «Теплотранс» занималась? Один вопрос. Чем занимались летом? И кто подписал акты приемки теплосетей к зимней эксплуатации? Отмечается, что работы пройдут без слития теплоносителя, поэтому серьезного снижения температуры в помещениях быть не должно. После завершения работ начнется заполнение системы подачи тепла в штатном режиме. Однако, в случае некачественного теплоснабжения 18 декабря после 8.00 жильцы домов смогут оставить свои заявки по телефону 071-24-24-71 или 24-0707. Министерство образования Мордовии обозначило сроки зимних каникул для школьников республики. Они пройдут с 28 декабря и продлятся до 10 января включительно. Соответственно, занятия в школах начнутся в привычном формате уже в понедельник 11 января. Министерство образования отмечает, что каникулы были запланированы по графику, их сроки не связаны с эпидемической обстановкой. Приятные новости для первоклассников. Помимо основных каникул, для них запланированы дополнительные выходные дни с 22 по 28 февраля 2021 года. Напомним, что в Саранске детям возрасте до 15 лет все еще запрещено посещение торговых центров без сопровождения родителей или иных официальных представителей. Данные ограничения были приняты в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Переходим к ежедневной информации о заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике. По сводкам оперативного штаба, 17 декабря в Мордовии выявлено 90 случаев заражения COVID-19. 39 человек в Саранске. Среди новых больных 28 человек старше 60 лет. В федеральной статистике зафиксирован новый летальный случай. В республиканской клинической больнице номер 4 умер мужчина 1963 года рождения. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжелая форма, а также сопутствующие осложнения. По данным на 17 декабря, 79 человек выписаны с выздоровлением. Рисунки в Мордовии В главном здании музея Эрзи работает экспозиция фотохудожника Елены Новиковой «Странница». В творчестве автора работ было уже шесть выставок в Москве и Московской области. Однако в Саранске – это ее первая персональная выставка. В экспозиции представлены 58 работ. В каждой фотографии художник старается исследовать человеческую натуру. Без сомнения, ее, наверное, самым таким любимым объектом исследований является женское тело. Вы здесь на этой экспозиции увидите множество работ, где представлена женщина во всей своей красе и какими-то отдельными деталями, фрагментами, акцентами. Увидеть работу Елены Новиковой можно будет до 11 января. Переходим к прогнозу погоды на завтра. В пятницу, 18 декабря, в Саранске будет пасмурный и небольшой мокрый снег. Температура воздуха утром 0 градусов, днем – минус 3 градуса по Цельсию. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Год назад, в 2019-м, в Саранске, 18 декабря, было пасмурно и плюс 1 градус. А вот 10 лет назад, в этот же день, в городе тоже было пасмурно, но намного холоднее. Тогда столбики термометров показывали минус 9 градусов. Это были все новости к этому часу. С вами была Надежда Русяева. Мы продолжаем следить за обстановкой в городе и держать вас в курсе событий. Берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин